Привет всем любителям физики и физического эксперимента. Этот ролик посвящен вопросу, зачем у вертолета такой большой винт. И чтобы ответить на этот вопрос, мы сравним между собой вертолет и самолет одинаковой массы и с двигателем одной и той же мощности. Ну и как вы сами понимаете, вертолет может взлетать вертикально, зависать, опускаться вниз, а самолет не может развернуться носом вверх и зависнуть в таком положении. Ну разве что это не какой-то истребитель с бешеной тяговооруженностью. Ну такие истребители мы с вами сейчас рассматривать не будем. Речь идет именно о двух летательных аппаратах одной энерговооруженности. Ну и как физики мы должны спросить себя, а что стоит вот за этой возможностью вертолета так зависать и рассмотреть силы, действующие на вертолет и потоки передаваемой мощности, чем мы с вами сейчас и займемся. Первую теорию грибного винта построил в 1865 году английский физик Уильям Ранкин. Конечно, ни о каких самолетах и вертолетах в то время речи еще не шло, и это была теория корабельного винта, поскольку именно в это время происходил переход от парусного флота к паровому, ну и соответственно, строители кораблей нуждались в теории, которая сказала бы им, какие винты нужно строить и какие обороты должны делать машины. Эта первая теория называется импульсной. После нее уже были построены лопастная теория, импульсно-лопастная, вихревая теория Жуковского, наука о винте развивалась. Ну а нам для наших целей будет достаточно воспользоваться исходной импульсной теорией, которая связывает между собой силу тяги, мощность двигателя, размеры винта и плотность среды, в которой этот винт работает. Ну а теперь мы рассмотрим с вами положение импульсной теории Ранкина. Ну прежде всего, для простоты я буду рассматривать пропеллер, который работает в вентиляторном режиме. Значит он забирает неподвижный воздух и выбрасывает ее струей со скоростью v. Ну и соответственно, мы можем записать массу воздуха, прокачиваемую за ницу времени. Значит q равняется, надо взять плотность воздуха, умножить на поперечное сечение, которое заметает пропеллер s, и на скорость, с которой воздух проходит через пропеллер. Ну разгоняется он и перед пропеллером, и за ним. Ну и обычно считают, что на самом пропеллере скорость составляет половину от той, которая будет на выходе, v пополам. Вот. Теперь мы можем записать силу, силу тяги, которая действует пропеллер, вот эту f, и выражение энергетического характера. Значит сначала сила. По второму закону Ньютона, это изменение импульса за единицу времени. Значит надо взять массу q, которая прокачивает за единицу времени, и умножить на скорость, которую эта масса приобретает. Ну соответственно, когда мы умножаем вот это все хозяйство на v, получаем ρ s v в квадрате пополам. Теперь выражение для мощности. Но мы при этом считаем, что кпд пропеллера равен единице, конечно это не так, он несколько меньше единицы, но на принципиальные выводы это никак не повлияет. Значит надо опять-таки взять кинетическую энергию, которую приобретает воздух за единицу времени, то есть m v в квадрате пополам. Масса здесь и таку, масса за единицу времени. Ну и соответственно, получаем ρ s, а здесь v в кубе на 4. Ну а теперь мы можем связать между собой силу и мощность. Для этого надо исключить скорость из этих выражений. Ну можно первое выражение возвести в куб, получить здесь v в шестой, а второе в квадрат получить v в шестой. Вот это v в шестой приравнять, и в итоге мы получаем, что куб силы равен 2 ρ s умножить на квадрат мощности. Вот это и есть итоговая формула теории Ранкина. Для суча пропеллера, работающего в вентиляторном режиме, я это еще раз хочу подчеркнуть. Ну и что отсюда следует для нас самое главное? Что при данной мощности p мы можем, вообще говоря неограниченно, увеличивать силу f. Но для этого нужно делать больше и больше размеры пропеллера, площадь его сечения s. Ну правда, сила растет медленно, чтобы сила выросла в 2 раза, ну соответственно куб силы 8 раз. Надо, чтобы площадь при данной мощности выросла тоже 8 раз. И тем не менее, увеличивая размеры пропеллера, мы при данной мощности будем увеличивать силу, и именно поэтому у вертолета сделан такой большой винт. И мы ответили на теоретический вопрос. А теперь хочется проверить эту теорию в эксперименте. И с этой целью я построил вот такую установку. Здесь у меня имеется электромотор. На него установлен пропеллер, который забирает воздух снизу и отбрасывает его струей вверх. Мотор с пропеллером установлены на весы. И с помощью весов можно найти силу тяги пропеллера. А потребляемую при этом мощность мы найдем, перемножив силу тока на напряжение. Ну и меняя напряжение, мы будем менять и мощность, и силу тяги. Ну и посмотрим, в самом ли деле куб силы тяги пропорционален квадрату мощности. Как это предсказывает теория. И вот график зависимости силы тяги от потребляемой мощности. Красные точки это экспериментальные данные. А черная линия это линия тренда степенного. И мы видим, что степень здесь составляет 0,67, 2 трети. То есть ровно то, что предсказывает теория. И поэтому теория прекрасно работает. А дальше я должен признаться, что я рассчитывал сделать опыт и с винтом большого размаха. Но, к сожалению, при таком вращающем моменте и таких оборотах, КПД электродвигателя становится очень низким. Он очень сильно греется. Вот я прикасаюсь к нему пальцем, хотя подано на него сейчас всего 3 вольта. Ну, поэтому вот так вот прямым путем показать, Как при росте размаха винта, При фиксированной мощности сила тяги растет, Мне, к сожалению, не удалось. Так что нам придется удовольствоваться лишь результатами первого, Ну, относительно косвенного опыта. А в реальном вертолете проблема, с которой я сейчас столкнулся, Решается с помощью редуктора. Так что двигатель эффективно работает на своих больших оборотах, А несущий винт столь же эффективно вращается на своих относительно небольших оборотах. И теперь мы можем подводить итоги. Мы выяснили, что такой большой винт нужен вертолету, Чтобы он при относительно небольшой мощности Мог создавать достаточно большую силу тяги, Позволяющую вертолету подниматься вертикально вверх и зависать. И я бы мог на этом месте остановиться, Но то, что мы сейчас разобрали, Имеет прямое отношение к вопросу, Который уже обсуждался мной в четырех роликах, О том, как возможно движение по ветру За счет энергии ветра Со скоростью равной скорости ветра Или тем более, или даже быстрее скорости ветра. Потому что, если вы обратили внимание, В машине, которую демонстрировал Дерек Малер В своих роликах на канале Веритасиум, Пропеллер был достаточно большим. И это не случайно. И чтобы связать то, о чем мы говорили сегодня, И проблему движения такого ветромобиля, Я очень рекомендую вам пересмотреть Мой четвертый ролик про движение по ветру Быстрее скорости ветра, Где я рассматривал модель тережабля С винтом, который спускает ногу на землю И с помощью этой ноги колесо Цепляется за землю и вырабатывает электроэнергию. Я думаю, что после сегодняшних рассуждений о том, Что нам дает большой винт, Вы уже сможете связать Вот величину винта С возможностью Эль-Ветромобилю Двигаться со скоростью ветра И даже превышать ее. А ваши соображения на этот счет Можете писать под этим роликом, Можете писать под тем роликом Быстрее ветра И против ветра С четвертым номером. Ну, в общем, мне кажется, Что мы с вами достаточно далеко продвинулись. Спасибо вам за внимание. Редактор субтитров А.Семкин